С фотографии на нас сегодняшних смотрит Юрий Александрович Смирнов. Здесь ему не исполнилось еще и 16-ти, а он уже столевар Северского металлургического завода. Война многих мальчишек делала до поры взрослыми. Людмила Андреевна рассказывает, что первой заприметила молодого человека, когда по традиции он спешил после рабочей смены мимо их общежития молодых специалистов на улице Ленина. Потом она встретилась с ним в горосполкоме. Его часто избирали депутатом. А познакомились мы с ним на одном из вечеров. Раньше в цехах проводили вечера. Спиртное там было, ну типа вина. И вот там мы с ним познакомились. Ну тут история такая, что рассказывать это очень долго и много. Ну короче говоря, вот завязалось знакомство наше вот на этом вечере. Людмила Андреевна говорит, что дружили они недолго. Четыре месяца прошло со дня их знакомства. И известный Столивар предложил девушке выйти за него замуж. Впрочем, об известности мужа и о его заслугах она узнавала позже других. Рассказывает, закрытый был человек. Бывший, теперь же покойный директор училища Виктор Иванович Назаров приглашал нас в гости. Мы сидели, разговаривали. И вот тогда он мне сказал, ну это было в 80-е годы. Ведь Юра самый молодой Столивар в стране. 16 лет. Вот его фотография. Ему нет еще три месяца до 16-ти. А он уже был Столиварем. В городе многие знали, что Юрий Смирнов за свой самоотверженный труд у мартеновских печей, сначала как Столивар, а потом как мастер, получил звезду героя социалистического труда. Но многие знали и другое, что большую часть жизни Юрий Александрович носил эту награду в кармане. И надевал ее на лацком пиджака, когда добывал в высоких инстанциях шехту для мартенов. А еще гордился наградой, когда шел на первомайскую демонстрацию, да на парад победы. Женщина вспоминает, что Юрий Смирнов был ровесником мартеновского цеха. Говорит, не знает, как бы Столивар переживал те дни, когда на Северском трубном заводе проходил демонтаж старых мартеновских печей. К тому времени Юрий Смирнов уже ушел из жизни. Когда он работал, характерно то, что когда он уже стал обермастером, его, кстати, уговорил вершине, он не хотел. И тогда начались его тяжелые годы, самые тяжелые. Печи, видимо, были как-то... Уже не новые. Да, старые петь, допустим. И он находился в цехе с утками. Он по чьей цехе ночевал. Я не могла понять, или он очень добросовестный человек, или он очень полюбил мартеновский цех. Он... Вот настроение у него всегда было одинаковое. Он всегда с юмором, всегда улыбался. И забегая вперед, даже хочу сказать, вот мы даже когда дочь у нас в Германии были там, немцы его даже полюбили за его улыбку, за его открытый взгляд, за его доброжелательное вот такое. Вместе они прожили 53 года. Сейчас Людмила Андреевна бережно хранит трудовую книжку своего мужа. Здесь вся его жизнь. В ней между строк его думы и мысли о Мартене. В ней все его заслуги. А с сегодняшнего дня в Семейном архиве Смирновых появится и фильм от нашей телекомпании. В нем тот Смирнов, каким его и помнит Людмила Андреевна. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости нашего города.